Приветствую вас, Евгения. Для начала хотел бы заметить, что вы не задаёте вопрос. То есть вы, вот, вы просто описываете ситуацию, да, вы просто описываете, что происходит, но вы не задаёте вопрос. И мне кажется, что это, наверное, главное, что можно отметить в вашем тексте, что вы не задали вопрос своего. Чего вы хотите, собственно говоря, от психологов в этой ситуации? Да, молодой человек, он поступил несколько безвольно. Я не думаю, что с этим имеет смысл спорить. Да, молодой человек мог бы вас защитить, но с другой стороны, а почему вы считаете, что он действительно мог это сделать? То есть почему вы считаете, что он мог вас защитить на самом деле? Какие основания у вас полагать, что мужчина мог, именно мог вас защитить? На мой взгляд, это очень важный момент. Итак, живём с молодым человеком вместе год и душа в душе, людям друг друга, поддерживаем. Я переехал к нему из другого города, он был защитником и опорой. Смотрите, здесь, мне кажется, вы, Евгения, пишите несколько о растворённой, скажем так, о размытой границе между вами обоими. То есть, что я имею ввиду, размытая граница между вами. А вы говорите «мы». У вас очень много этого «мы», мы любим друг друга, мы вместе и так далее. Я бы сказал, что здесь не хватает «я», здесь не хватает именно «я», здесь не хватает именно вашего субъективного аспекта, и вашего субъективного элемента. Понимаете? Какая, какая ссора. То есть, что значит «мы»? Кто это «мы»? Это «я» и «он». Вы, Евгения, и ваш молодой человек. Вот каждый из вас относится по-разному. Дальше. «Он был защитником и опорой». Ну вот непонятно, в чём он был вашим, то есть, от чего он был вашим защитником, от чего он вас защищал, и в чём он был вашей опорой. То есть, от чего вам лично нужна защита, и в чём вам лично нужна опора. Вот это важный момент на самом деле, потому что вы по факту сейчас говорите, что в молодом человеке вы нуждались очень сильно. Вот что вы говорите. Ну, это нам необходимо исследовать. Я надеюсь, это понятно. Да? То есть, тут изначально уже такая позиция жертвы у вас, что вот он защитник, он опор. Но приехали его родители, живут очень далеко и редко видятся, и в его отсутствии меня выгнали. Слушайте, ну, я не очень вообще честно скажу, а представляю, как можно взрослого человека, да, именно взрослого человека выгнать из квартиры, где он живёт. То есть, вы, вероятно, по какой-то вот причине позволили им это сделать. По какой-то причине вы позволили родителям, его родителям вас выгнать. Я не знаю, по какой причине вы позволили это сделать. А, и, то есть, ну, может быть, и, может быть, это было, это было чувство гордыни, это было чувство гордости, это было отсутствие, упрямство необходимого, то есть, чтобы дождаться молодого человека и уже с ним этот вопрос решить. Понимаете? То есть, вы родители не видели, и они, приехав, сразу вас выгоняют. Странно. Странно. Причина, я не подхожу их сыну. Почему, говорят, старая, 29 лет, мировестники. Молодой человек очень расстроился. Какие у них были разговоры, я не знаю. Две недели я провела в гостинице. Ну, опять же, молодой человек здесь проявил, скажем так, мягкость. Это не хорошо, конечно, что он это проявил. Это не хорошо, потому что вас это, условно говоря, конечно, ущемляет. Да, вас это ущемляет. Это, ну, это факт. Но, с другой стороны, с другой стороны, вряд ли вы увидели в первый раз своего молодого человека вот в таком проявлении, в проявлении такой мягкости. Мне в это сложно поверить, потому что я думаю, что свою такую мягкость молодой человек проявлял и раньше. Может быть, не так. Может быть, не под таким углом. Может быть, по-другому. Но он ее проявлял сегодня. И я уверен, что вам это нравилось. Когда он ее проявлял. Я уверен, что вас это устраивало. Я уверен, что вы этим, вероятно, восхищались. Когда он так себя был. То, что случилось, то, что произошло, это, по сути, продолжение всех его качеств, которые вам, вероятно, в нем нравятся. Да, это негативное проявление. Да, это негативное проявление. Да, молодой человек не защитил вас от родителей. Это так. Но вопрос заключается в том, а мог ли он опять же это сделал? И почему вы ждали этого от него? Почему вы ждали от него того, что он вас сможет защитить? Какие были на то основаны? Почему вы сами себя не защитили? То есть, как бы, вот, ругаться с родителями было необязательно. Да, позволять родителям делать то, что они делали, было тоже необязательно. Вот. Они все равно не могли вас выгнать, если бы вы сами не ушли. Но они это сделали. То есть, вы сами позволили им это сделать почему-то. Может быть, по причинам, заключающимся в том, что вы сомневаетесь в, ну, в себе. Может быть, по причинам в том, что вы не уверены в себе. Может быть, есть еще какие-то причины, о которых я не знаю. Но, так или иначе, ситуация выглядит такой, что вы здесь выступили в достаточно подсливной форме. Молодой человек очень расстроился. Вот. Что это значит? Как вы об этом узнали? И что это для вас означает? Какие у них были разговоры, я не знаю. Две недели я провела в гостинице, пока они не уехали. То есть, молодой человек ничего не сделал, да? Молодой человек ничего не сделал для того, чтобы его вывернули. А молодой человек предпочел, значит, выступить здесь пассивно. Вот. И опять же. И опять же. Это его черта и характера. Это его, ну, его позиция, скажем так, да? Это его такое вот, ну, восприятие ситуации. Вот. Оно может быть правильным, оно может быть неправильным, оно может быть позитивным, оно может быть негативным. Но правда в том, что он вот такой, да? Молодой человек, он такой. И вот идея заключается в том, да? Что вы сейчас, по сути, по сути, вы сейчас отказываетесь принимать его таким, как он есть. Вы сейчас, по сути, говорите о том, что то, какое он есть, меня не устраивает больше. И вы, вы вправе так действительно думать, вы вправе так действительно считать. Скорее всего, молодой человек не изменится, если он не видит проблемы в себе. Если он не признает того факта, например, что не может дать опор своим родителям, к примеру. Что не может, ну, сказать им, что как-то вот поступать нельзя. Приехала в квартиру, они в каждую щель разунули свой нос и все поменяли, выкинули, переложили. Горько и обидно. От чего обидно? Давайте раскроем эту обиду, Евгений. От чего вам обидно? Конкретно. Что вы чувствуете? Ждали ли вы? Ждали ли вы? Чего-то, чего-то другого. Когда, например, позволяли родителям вас погонять. Ожидали ли вы, что будет как-то по-другому? Вот мне почему-то кажется, что вы ожидали, что вы ожидали чего-то другого. Я могу ошибаться, но мне почему-то кажется так. Вот и опять же хочется спросить, какие у вас были основания для подобных ожиданий. Контакта за эти две недели с ними не было. А должен был быть? Прощение они не попросили. А должны были? Евгений. То есть вы считаете, что родители молодого человека, поступив таким образом, должны были... попросить вас прощения. Вы действительно считаете, что... Ну вы правда считаете, что они должны были извиниться перед вами? Почему? Это пожилые люди, которые действовали в соответствии со своими представлениями о том, как должно быть... С чего будем просто прощения? Самое главное, что это прощение... Что это прощение... Эээ... Значило быть для вас... Конкретно. Что бы это... Что бы это изменило? Изменило бы это, например, то, что вы... Почувствовали себя... Отмщенным. Что вот... Справедливость восторжествовала. Означало бы это, что... Вы правы. В своих действиях. Но что вы... Сами сделали для того... Что бы защитить... Своё право находиться... Там... Где вы находитесь. Что вы... Сделали... Сделали... Для этого. На мой взгляд... Вы не сделали... Ровным счетом ничего. Но вы ждете... Что... Родители... Молодого человека... Перед вами извинятся. И обижаетесь... Вероятно, на то... Что они этого не сделали. В основе этого... Лежат ваши ожидания. Которые не имеют... Ничего общего... С реальным миром. Я все вернула на свои места... То, что они перекрутили... И повесили... А то, что они перекрутили... Повесили... Вырубила топором... И вы... Вырвала с корнями. Агресс... То есть... Вовремя... Вы себя... Не защищаете... Когда нужно... Вы себя не защищаете... Но... После... Агрессируете на... В общем-то... Ничем не повинные вещи... Которые напоминают вам... Вам о том... Что вы... Очень сильно... Очень серьезно... Не защищены... И... На это... Направлена ваша агрессия... Но согласитесь... Если вы... Эээ... Себя... Не защищаете... Адекватно... И вовремя... Что потом... Это вливается... В агрессию... К вещам... Даже если... В общем... Эээ... Ну... Вещи... Вообще говоря... Совершенно... Ни при чем... Ни при чем... Эээ... Успокоилась... Но обид... Обида... Обида... Это ожидания... Евгения... Ожидания... Эээ... Те... Того вида... Ожидания... За которые... Вы... На себя... Ответственность... Брать... К сожалению... Не готовы... То есть... Это работа с... Ожиданиями... Эээ... Она грызет меня... Реву каждый день... Эээ... Значит... Это у вас... Эээ... Истерика... Ну... Такое... Тестероидное немножко... Проведение... Да... Вот... Связано с тем... Что вы не чувствуете себя значимым... Что вы ощущаете себя... Ну... Вы ощущаете себя... Постыть никем... Да... То есть... Вам дали понять... Что вы... Ну вот... Вам дали понять... Что вы... Вообще... Ничего не стоите... Вот... Это... Конечно... Это... Конечно... Очень... Непри... Неприятно... Эээ... С этим... Никто не спорит... Но... Опять же... Вопрос... Возникает... Опять же... Понимаете... Вот... Опять же... Возникает вопрос... Но... Если вы... Эээ... Плачете... То... Это ведь... Обначает... Что вы перекладываете... На других... Ответственность... За то... Что нужно вам... За то... Что вы не сделали сами... За то... Что вы сами... Себя не защитили... Понимаете... Слеза... В слезах... В слезах... Плохого... Ничего нет... Именно... В слезах... Слезы... Это... В общем-то... Нормальная... И... Вполне... Естественная... Эээ... Реакция... Человек... Вот... Но вопрос заключается в том... Что вы плачете... И... Ничего не решается... Вы плачете... И... Ничего не предпринимаете... Вы плачете... И никаких выводов... Из этой ситуации... Кроме... Кроме того... Что... Эээ... Молодой человек... Должен был... Вас... Защитить... Вы не делаете... А молодой человек... Он и не может... Вас защитить... Если бы мог... Он бы это сделал... Но если бы он мог... То он был бы уже другим молодым человек... Это был... Вы... Другой мужчина... Не факт... Вы... Что вызывающий... У вас... Смитацию... Но сейчас вы... Как и любая жертва... Хотите переделать... Своего молодого человека... Хотите... Видеть его... Другим... В цеху из-за малейшей мелочи... Молодой человек... Просил прощения... Пацан приходил ко мне... Когда я жила... Платил... Но я все равно... Обиден на него... Он это допустил... Он простил... И он так же... Мило с ними общается... А я... Я разрывался... Ну... Опять же... Здесь нет перекладывания ответственности... На... Ну а был человек... Ээ... Да... Он это допустил... Он их простил... И он с ними мило общается... Это правда... Но правда так же и то... Что это его родители... И что... С родителями он... Имеет... Особую связь... Опять же если... Эээ... Если... Молодой человек... К ним... К ним привязан... Если молодой человек... К человек... Именно вот... Эээ... Привязан... К родителям... К своим... То вряд ли... Эта привязанность... Проявила себя... Только... Только... Сейчас... Скорее всего... Привязанность была и раньше... Ээ... Вот и... Вопрос... Который вам нужно задать себе... Изменился ли ваш молодой человек... Или... Просто проявил себя... Немножечко... С другой... Стороны... Изменился ли... Молодой человек... Или просто... Это... Это... Одна из его... Эээ... Черт... Характер... Вот... Все... Вопрос... Чего вы от него ждете... Что вы ждете от него? Чего вы от него хотели? Чтоб он их не прощал? Чтоб он не общался с родителями? Но ведь это уже... Как бы... Требования... К нему... По поводу его... Личной жизни... Того, что вас... Не касается... Да, я понимаю, что... Вы можете... Сказать на это... Как это меня не касается... Если... Ну... Они меня выгнали... И вы... В общем-то... Будете... Правы... С одной личной говоркой... Что, как я и сказал... Вы позволили... Себе... Им... Вас... Выгнать... Вот... Вопрос заключается в этом... И пока вы... Не возьмете... На... Себя... Личную... Ответственность... За то... Что произошло... Ситуация будет вас... Нервировать... Ситуация будет вас... Раздражать... Беспокоить... С одной стороны... Хочу быть с ним... Зачем? С другой... С другой... Хочу уехать... И забыть эту семейку... Видите, как вы... Пытаетесь... Принизить их семью... Потому что... Она... Указала вам... На вашу сладость... Она указала вам на то... Что вы сами... Эээ... Пытаетесь забыть... И вы пытаетесь... И вы хотите от этого убежать... Вы... Хотите от этого сбежать... Вы... Хотите забыть... Их семью... На самом деле... Вы хотите забыть... Не семью... Вы хотите забыть... Свою слабость... Вы хотите забыть то... Что вам... Что вам неприятно... Но ведь это... То, что вам неприятно... Оно останется с вами... Но никуда не денется... И никуда не уйдет... Так не лучше ли... Посмотреть на это... И отредактировать... Своё отношение к этому... Может быть... Может быть... Что-то поменять... В себе... Может быть... Ааа... Когда... По-другому... Себя вести... Например... Сделать что-то... Чтобы не зависеть... От людей... Как всё это пережить... Проработать обиды... Работать с ожиданиями... К слову... До их приезда... Мы... Подали заявление в ЗАГС... А теперь я всё трясусь... От злости и обиды... На кого? На себя... На себя... Вы не отреагировали... Вы на себя злитесь... Правильно, кстати... Правильно, кстати... И делайте... Всё... Злитесь на себя... Теперь осталась злость... В конструктивное русло... Ааа... Направить... И всё... Будет... И всё будет... В принципе... Хорошо... Если вы... Сами, конечно... Готовы... В этом направлении... Действовать... Потому что... Если не готовы... Действовать... В этом направлении... Вы... Если не готовы... В этом направлении... В этом направлении... В этом направлении... Работать... То... Я бы сказал... что в таком случае будут проблемы. Ну, не с этим молодым человеком, так с другим молодым человеком будут трудности. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, и я очень надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!